Насколько разная производительность у разных версий Теслы Модель 3? Сегодня мы это выясним. Я за рулем Теслы Модель 3 Long Range, справа от меня Тесла Модель 3 Performance, а справа от нее Тесла Модель 3 Standard Range Plus. И мы устроим заезд. Давайте расскажу об этих машинах. Это предыдущее поколение Модели 3 Long Range, но, судя по всему, батареи и моторы с тех пор не поменялись. Батарея 75 кВт-часов, 2 электромотора, спереди и сзади, их совокупная мощность 367 лошадей и 510 ньютон-метров момента. Снаряженная масса где-то 1850 килограммов. И новая модель Long Range обойдется в 47 тысяч фунтов. Модель Performance, справа от меня, последнего поколения, и, судя по всему, у нее другие батареи от Panasonic. У них, соответственно, 80 кВт-часов. Плюс-минус. Снаряженная масса примерно такая же, 1850 кВт, но стоит машина дороже, 57 тысяч. И платите вы за производительность. Опять же, два мотора, один на передней, другой на задней оси, совокупная мощность 457 лошадей и 660 ньютон-метров момента. Так, теперь о Standard Range Plus. Всего-то один электромоторчик на задней оси, его мощность 296 лошадей и 450 ньютон-метров момента. Но эта модель полегче, всего чуть больше 1600 кВт. А все потому, что меньше батареи, где-то 50 кВт-часов. И самое дешевое, чуть дороже 40 тысяч фунтов. Ладно, посмотрим, что покажет заезд на четверть мили с места. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, так вы точно ничего не пропустите. Все эти тексты нам подогнал товарищ Ричард Саймонс. У него на ютубе свой канал про электромобили, называется RSEV. Да, на английском звучит двусмысленно. Он там проводит всяческие тесты разных моделей Теслы, много любопытного. Я добавил ссылку на канал в описании видео, заходите. Приступим! Но перед заездом имеет смысл устроить уже традиционный для Карвайл Саундчек. Сейчас поддам газку на своей Тесле. Неплохо звучит. Перформанс, поддай-ка. Наконец, давайте послушаем Стэндард Рэндж Плюс. Да, по-вашему, звучит лучше, дайте знать в комментариях к ролику. Ну, погнали. Правда, перед этим стоит отметить, что у всех авто здесь одинаковые настройки. Стандартное ускорение или спортивное у Перформанс, так оно там называется. Рулевое стандартное, рекуперативное торможение стандартное, режим торможения Hold, режим Track и Sleep Start выключены. Заряд 90%, как у остальных. Начнем. Забыл поставить драйв. Мы как будто решили подколоть Стэндард Рэндж Плюс. Педаль-то я нажал, но поскольку забыл переключить на драйв, то что толку? Перформанс, а ты чего? Виновен, та же история, ты ему только не говори. Сразу видно, кто из нас троих профессионал, да? Три, два, один. На сей раз он стартовал не так быстро. Интересно. Стэндард Рэндж Плюс просто разделали. Разница между моделью Перформанс и Лонг Рэндж невелика. Водитель за рулем Стэндард Рэндж Плюс, ты там уснул что ли? Ну, я стартовал, когда он опустил руки, не раньше. Нет, надо было, когда он начнет опускать руки. Посмотрим на повторе. Что мы, а что он? Напишите в комментах. Кстати, он реально гонщик. Хочешь еще попыточку? Пребую еще одну попыточку. Три, два, один. Три, два, один. А как тебе старт на этот раз, водитель Стэндард Рэндж Плюс? Я тронулся одновременно с вами, но потом только глотал пыль. Ну а модель Три Перформанс зарешала. Она побыстрее. Может быть на гонке с ходу разрыв будет не такой сильный. Итак, каковы же результаты? Модель Три Перформанс проехала четверть мили с места за 11,7 секунды. Лонг Рэндж за 12,2 секунды. А Стэндард Рэндж Плюс приехала к финишу последней, проехав за 13,8 секунды. Так, теперь гонка с ходу с 50 километров. Сейчас начну отсчет. Три, два, один, пошел. Подхватывает с ходу Стэндард Рэндж Плюс. Не так и плохо. Особенно на разрешенных скоростях. Вот разница между моделью Три Перформанс и этой Лонг Рэндж, когда разогнались. Вернем немного заряда в батарею. Очень интересно. Мне кажется, что Стэндард Рэндж Плюс сейчас не сильно-то и опозорился. Поначалу держался со мной. Потом, конечно, подстал, но это уже на скоростях выше 110 километров в час. То же и с моделью Три Перформанс. В самом начале ты скакнул вперед, но после такого бодрого начала не сказать, чтобы разрыв между нами увеличивался. Да, я видел в зеркало, что ты все время держался рядом, не отставал. Автус словно применяет всю мощность в самом начале, а потом все как-то выравнивается. Попробуем еще кое-что. Еще одна гонка с ходу на серос с 80 километров в час. Готовы, ребят? Три, два, один, пошел. Как-то совсем не торопится. Я его обойду. Я обгоню Перформанс. Я его обхожу. Что творится-то вообще? О, как пошел в разнос при торможении. Господи боже. Мотало по всей полосе. Тормоза нагрелись. Не мудрено. Машину можно сказать так... Колбасила в разные стороны. Стандарт Рейндж Плюс, в этот раз ты с нами был подольше, да? Да, держался примерно с вами, но потом уже после 160, конечно, начал отставать. Куда интереснее. Что с Перформанс? Ты поначалу опять вышел вперед, но вот уж не думал, что я тебя обгоню. Ну, я втопил педаль как мог, больше ничего не мог поделать. Теперь еще одна гонка сходу, но на Сирос со 110 километров в час. Это? Как у немцев? Потому что у британцев на таких скоростях есть нельзя, окей? Драй, цвай, айн, я автобан стайл! Ну и что? Ну и где? Где разница между Перформанс и мной? А теперь я его сделал. Что-то прямо странное. Перформанс даже толком не ускорился. Ты ушел в отрыв, я не мог еще сильнее втопить педаль. Очень интересно. А что со Стандарт Рейндж Плюс? Ты вроде тоже не так сильно отстал. Не, видимо нет. Кстати, замечу, что для Лонг Рейндж доступно усовершенствование по производительности. На старте авто будет еще ближе к Перформанс, а уж в гонке сходу страшно представить. Любопытно. Надо будет раздобыть такую модель. Если вам было бы такое интересно, дайте знать. И последнее испытание, в общем-то, и не нужное, но все же. Проверка торможения. Со 110 километров в час. Моя машина уже жалуется на перегрев тормозов, но куда деваться. Надеюсь, они немного остынут, когда мы доедем до черты. Пока рассекаем воздух. Хотя с такими дисками даже не знаю, не мешают ли они охлаждению тормозов. Ура! Ничего удивительного, самая легкая машина остановилась быстрее всех. А вот мы оба весим одинаково, в смысле машины, Ричард. И все же я остановился чуть быстрее. Может, это из-за колес? У тебя Пирелли, у меня Мишлен. Ну, думаю, эффект мизерный, дело скорее в реакции. Но все же и хвалить эти Пирелли, глядя на сегодняшние результаты, совершенно не хочется. Ну, это вообще удивительно, да. Я-то думал, что Перформанс победит во всех испытаниях. А вот падишь ты. Я полагал, у Перформанс и... Тормоза производительные, разве не так? Так. Не сказать, чтобы модель Перформанс соответствовала своему производительному названию. Разве что в драге, а в остальном... Увы, ах. Если хотите посмотреть другие заезды с Теслами, нажмите на эти окошки. А если нажмете на значок по центру, то вы сможете перейти на наш канал Карвау. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.